Игорь Рыбаков, номер 84 в российском списке Forbes, предприниматель, инвестор, филантроп и лидер мнений. Он не только заработал более миллиарда долларов, создав компанию глобального уровня, но и поделился своей историей и размышлениями в книге «Жажда». Как создать прибыльный бизнес? Какие убеждения помогают расти над собой? Что делать, если цели кажутся невыполнимыми? Ответы на эти вопросы под обложкой. Жажда, мощный заряд энергии и философия победителя. Ссылка на сайт книги в описании. Переходите, чтобы бесплатно прочитать первую главу. Вы знали, что скорость, с которой вы шагаете, влияет на то, как люди вас воспринимают? Об этом я расскажу в сегодняшнем видео. Также еще парочку других распространенных ошибок. Цель сегодня, чтобы после этого видео вы могли шагать с уверенностью. Первая ошибка, которую делают мужчины, когда ходят, это смотрят вниз. Когда вы смотрите вниз, вы выглядите слабым. Лучше просто смотреть впереди себя, а вообще хорошо смотреть слегка выше. Поднимите подбородок, это придаст вам уверенности. Не смотрите вниз, это плохо на вас отражается. Следующая ошибка, которую делают мужчины, когда ходят, они держат ноги слишком близко друг к другу или держат носки наружу. А это уже может означать о каких-то более глубоких проблемах, связанных с вашим положением, структурой или весом. Да, я понимаю, что это может быть не так просто, но практика делает вещи постоянными. Поэтому следует обращать внимание и расставлять немного ноги и направлять носки прямо. Почему? Да потому что вы мужчина. Сделайте шире шаг, и все наладится. Я не говорю, что надо маршировать, но найти комфортный для себя шаг отразится на вашей уверенности. Рекомендую записывать, как вы ходите, а потом просматривать, чтобы исправить ошибки. Следующая ошибка, вы не делаете контакт глазами. Вы смотрите по сторонам, и как только кто-то направляется в вашу сторону, вы отводите взгляд. Это также делает вас слабым. Я не имею в виду, что надо агрессивно таращиться на людей. Я имею в виду просто делать контакт глазами. Может быть, кивнуть, поддержать его 2 секунды, или если это девушка, то подмигнуть. Так что не отводите взгляд. Четвертый совет, не сутультесь. Не стоит сжимать плечи. Это также делает ваш вид слабым. Вы словно пытаетесь занимать пространство минимально. Суть в том, чтобы развести плечи, выпрямить грудь и идти уверенной походкой. Следующий пункт, это покачивать плечами вперед-назад. Обращайте на это внимание, и не стесняйтесь, когда ходите раскачиваться. Я помню одно исследование, о котором я читал. В нем говорилось, что мужчины, когда знали, что на них смотрят женщины, начинали раскачиваться в плечах. Почему это так происходит? Потому что это посылает знак уверенности, и то, что вы хорошо слажены. Конечно, не все широкоплечия и подкачанные. В таком случае есть смысл надевать кэжуал пиджаки, или кожаные куртки, чтобы визуально увеличить плечи, и когда вы будете идти, то вы будете выглядеть сильнее и более уверенным. Далее, не ставьте руки в карман. Ну, это также сутулит плечи, но в целом это создает впечатление покорности. Показывая свои руки, вы сразу даете знать, что вы не угрожаете другим, и они будут менее подозрительны к вам. А если завязалась какая-то драка, вы можете их быстро поднять для защиты. Не будьте напряженными. Многие из вас часто нервничают. Напрягают плечи и сжимают руки в кулаки. Из-за этого вы еле двигаетесь во время ходьбы. Со стороны выглядит, как вы очень зажаты, и люди это замечают. Или, может, вы выходите на сцену и в прямом смысле не двигаете руками. Так вы выглядите взволнованно и напряженно. Об этом надо задумываться. Об этом надо задумываться. Старайтесь исправлять эти ошибки. Следующая ошибка. Выходите слишком медленно. Это информация из научного журнала этологии и социобиологии. В общем, когда мужчина ходит быстрее, ему присваивают более высокий статус. Честно, я сам медленно хожу и никогда об этом не задумывался, как что-то плохое. Но когда я прочел это исследование, подкрепленное фактами, немного изменило мою картинку мира. Так что если вы ходите с руками в карманах, ссутулившись, смотрите вниз и двигаетесь медленно, то это просто катастрофа. Друзья, важно найти баланс. Так что если вы понимаете, что ходите медленно, то попробуйте слегка ускориться и посмотрите, что произойдет. Следующая ошибка при ходьбе, которая делает мужчин слабыми, это ходить за людьми. Я, конечно, понимаю, что есть определенные формальности. Если вы отдыхаете с королевой, то, скорее всего, вам надо будет идти позади нее, чтобы показать уважение. Но так как большинство из нас не находится в кругу королевы, то нормальным поведением будет идти рядом с человеком. А если вы собрались вести группу, то в таком случае надо выйти вперед. Когда вы идете позади человека, вы отдаете ему силу и лидерство, показывая его превосходство. Следующая ошибка, которую допускают мужчины, это делают маленькие шаги. Вы слышали уже это выражение «практика ведет к совершенству». Это не совсем так. Практика ведет к постоянству. Многие люди просто привыкли делать маленькие шаги. И тут не важно, какие у них ноги. Длинные или короткие. Конечно, низкие ребята не должны стремиться делать огромные шаги, как высокие ребята. Тут речь о пропорциях. Шаги должны быть соразмерными вашему телу. Это не имеет большого значения во многих случаях до тех пор, пока вы не появитесь перед группой людей. Вы выходите перед ними и хотите показать, что ваши шаги уверенные и широкие, и что вы знаете, что делаете. Многие из этих пунктов могут показаться незначительными. Но, друзья, когда они складываются все вместе, то они реально могут уменьшить вашу уверенность и показать вас слабым со стороны. Так что старайтесь обращать на это внимание и вовремя исправлять. Лучший способ – это снимать себя на видео. Может, для вас это покажется слишком сложным, но на самом деле это не так. Инвестируйте в себя, друзья. А это лучшая инвестиция, которую вы можете сделать. В этом видео я рассказываю о тех вещах, в которые следует инвестировать. Так что посмотрите его обязательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!